МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже давно, не первый месяц, регистрируется смерти на водоемах и вообще у открытой воды. Скажем, вот какова статистика с начала года? Ну, учитывая наши природно-климатические условия Южно-Казахстанской области и то, что у нас климат такой, очень рано начинается, жаркая погода, уже с начала года зарегистрированы 17 случаев гибели на водоемах, и 13 из них – это дети. Но причинами гибели на водоемах в первую очередь являются тоже дети, оставленные без присмотра родителей, также неосторожность вблизи водоемов и несчастные случаи гибели на воде во время рыбалки. Несмотря на неоднократные предупреждения, выступления в СМИ, по телевидению, все равно продолжают иметь место несчастные случаи. В основном причина детской смертности – это дети, оставленные без присмотра, даже тонут в ямах для полива воды, которые находятся на территории самого дома. Также бывает, дети тонут в мелких водоемах, даже в фонтанах могут у нас, потому что сейчас в городе очень много фонтанов, везде вода. И оставленные без присмотра родители, дети самовольно купаются. А маленькие дети, чтобы им утонуть, совсем нужно мало воды. Поэтому из-за вот этой неосторожности у нас продолжают увеличиваться случаи несчастные на воде. Наталья Юрьевна, скажите, а вот взрослые, почему они тонут в водоемах? В чем причина? Причина тонущих взрослых, получается, что часть какая-то в нетрезвом состоянии купаются, другие не соблюдают правила безопасности, то есть купаются в местах, не приспособленных для купания, что запрещается, не обращают внимания, где стоят знаки «купаться запрещено», там купаются. А не зная, как говорится, места, нырять тоже опасно, потому что под водой могут находиться и строительный мусор, строительные материалы, ну и всевозможные предметы, которыми можно пораниться. Поэтому, не зная места, если это место незнакомо, то лучше в нем не купаться. А купаться в местах, где действительно приспособлены для отдыха, это пляжи, бассейны и желательно там, где есть спасательные станции. У нас на многих водохранилищах дежурят спасатели, чтобы при возникновении какой-либо ситуации на воде могли оказать квалифицированную помощь. Наталья Юрьевна, ну, лето – это сезон отпусков и сезон времени, когда действительно люди стараются выехать на природу, искупаться, отдохнуть как следует. Вот, собираясь на отдых в семье, что необходимо знать и что необходимо взять с собой? Ну, чтобы отдых как бы прошел в радость и оставил самые неизгладимые впечатления, это, конечно, нужно, выезжая, если самостоятельно, на какой-то водоем, выбирать место, где разрешено купаться, то есть приспособленные места, чтобы там был пляж, желательно огороженный со всех сторон, вот, и постараться, если там территория такая безопасная для отдыха, и постараться не нарушать, где-то, ну, не нарушать границы этой территории. На воде бывают ограничения, там стоят буйки, за которые нельзя заплывать, чтобы взрослые следили и за детьми, и сами не нарушали этих правил безопасности. Ну, учитывая, что дети маленькие и взрослые тоже подрастающие, многие дети не умеют плавать. Если дети не научены плавать или не умеют маленькие, то желательно с собой на отдых брать спасательные круги, спасательные жилеты, нарукавники, манжеты. Тем более сейчас очень много всяких приспособлений для того, чтобы ребёнок не утонул. И стараться, как бы, следить, чтобы эти предметы, которые для спасения, вот те же нарукавники и баллоны надувные, были в исправном состоянии, то есть нигде не пропускали воду, чтобы ребёнок мог уверенно находиться в воде, ну, конечно, под присмотром взрослых. Ну, и также нужно обратить внимание, что, выезжая на природу, обязательно с собой предусмотреть медицинские принадлежности. То есть это нужно с собой взять какую-то небольшую аптечку, где будет всё необходимое для оказания первой помощи. Потому что природа есть природа, и за всем не углядишь. Поэтому нужно самим предусмотреть свою безопасность. Ну вот, очень часто специалисты говорят, спасение утопающих делал рук самих утопающих. Так ли это на самом деле? И вот, видя, что человек тонет, да, или, возможно, сейчас он захлебнётся, что нужно делать тем, кто отдыхает на берегу и увидел подобную ситуацию? Ну, во-первых, ещё раз скажу, нужно соблюдать правила не заплывать далеко. Если чувствуешь себя не очень хорошо, бывает, там, перегрелся на солнце или переел. Многие люди, как начинают тонуть, находясь тоже в нетрезвом состоянии, как я уже говорила. Ну, если видишь, что человек тонет, и если сам не в силах оказать помощь, нужно обязательно привлечь внимание окружающих. То есть обязательно, как бы, чтобы среди людей, конечно, окажется кто-то, кто знает правила оказания помощи на воде. И стараться осторожно, если даже вы кинулись спасать утопающего, постараться соблюсти некоторые правила, там, обычно говорят, нужен захват сзади быть. Вот, потому что если человек тонет, он будет по-любому хвататься за спасающего его человека, и еще хуже можно будет вместе утонуть. Ну, конечно, желательно, чтобы люди соблюдали правила безопасности раз и находились там, где есть спасатели. То есть, ну, у нас обычно пляжные зоны и зоны отдыха находятся вблизи спасательных станций. И, конечно, вовремя, как бы, окажут помощь только дежурные спасатели. Наталья Юрьевна, ну, нередкие ситуации, когда рядом не оказывается спасателей, допустим, это та же речка недалеко от дома, где-нибудь в сельской местности, откуда там спасателям там не взяться, да? И люди вышли купаться, вытащили этого человека из воды. И, к примеру, он находится в бессознательном состоянии. Какую первую помощь можно ему оказать? Если всё-таки вам удалось оказать помощь и вытащить тонущего человека из воды, то в первую очередь надо его положить на бок, постараться, чтобы из его организма вышла попавшая туда вода. Вот, если вы сами не можете оказать эту помощь и видите, что человек всё-таки в бессознательном состоянии, постараться вызвать либо скорую помощь, либо на помощь позвать спасателей. Ну, ещё раз хочу подчеркнуть, что надо и купаться в тех местах, где можно рассчитывать на помощь спасателей. Наталья Юрьевна, скажите, какая работа проводится управлением по ЧАЭС именно с населением? Нашим управлением ведётся большая работа по агитации безопасности вблизи водоёмов. Наши специалисты посещают пришкольные лагеря, детские площадки, проводят лекции и беседы, раздают памятки, плакаты. Также у нас, начиная с прошлого года, летнего купального сезона, были организованы группы. Наши специалисты выезжали и на территории зон отдыха, бассейны и всевозможные, вот на Качкарату, там тоже зона отдыха, то есть где имеются пляжи, где много народу находится, проводят как бы агитационно-воспитательную работу профилактическую. Напоминают людям правила безопасности на воде, как вести себя в подобных ситуациях, если вдруг что-то произошло. По телевидению у нас показываются ролики на русском и казахском языке, где показаны правила поведения на воде, правила оказания помощи. Также среди населения у нас, когда проводятся лекции и беседы, обязательно раздаются памятки и плакаты на эту тему, где также на русском и казахском языке показаны основные правила прикупания. – Наталья Юрьевна, спасибо вам огромное за такую интересную познавательную беседу. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? – Хочу пожелать, чтобы лето было не только полезным, но и приятным, чтобы о летнем отдыхе остались самые хорошие впечатления. А также хочу родителям напомнить, чтобы они постоянно объясняли детям не купаться в запрещенных местах и не оставлять детей самих без присмотра. Пусть отдых будет всегда приятным. – Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова